Опять же, это вопрос для серьезного эксперта, каковым я не являюсь, но я жил в Европе и глубоко достаточно погружался в ее повседневную жизнь простого европейца, провинциального города. Я могу сказать, что я застал тот момент, когда шла пропаганда введения евро, и чуть ли не какие-то передвижные театры ездили, которые как будет всем прекрасно, когда будет евро. На что, безусловно, многие, как у нас говорят, повелись, испытывали некоторые надежды, разочарования были страшными. По крайней мере, я могу говорить об Италии, да и о Германии тоже. Все мои друзья сказали, что большего разорения, они не переживали. По-моему, это сходно с нашей ваучеризацией вполне, так сказать. У нас были ваучеры, ограбили, а там с приходом евро люди обнищали очень серьезно. Ну, как-то потом это все вроде как бы прижилось. Но количество вот той самой евробюрократии, оно, конечно, зашкаливает, на мой взгляд, и очень много людей испытывают серьезные трудности по этому поводу. И желание отделиться и жить самостоятельно, оно, между прочим, было всегда. Я очень много времени провел в области Венета в Италии, которые вот недавно об этом у нас говорили, что они вот... Но я про это отделение Венета от простых людей слышу лет 20 на самом деле. Я не знаю, насколько им дадут это сделать серьезно, насколько они готовы там... Никто не готов с оружием никуда идти. Это не обсуждается абсолютно. Потому что все-таки жизнь устоялась, и там... Разум все-таки в том плане, что война войной, обед обедом, он торжествует в этом отношении. Просто там есть, как говорится, как в классе, есть отличники, есть отстающие. Всех потом судят по некой средней оценке. Отличникам это очень не нравится, как той же Германии, как еще многим странам, которые вкладывают больше. Что с ним будет, бог его знает. Знаете, могу сказать только одно. Когда я заканчивал школу в 1985 году, вот кто бы мне сказал, что пройдет вот чуть-чуть времени, меньше, чем я в школе учился, и Советского Союза не будет, я бы смеялся до истерики. Я бы никогда не мог поверить, что такое произойдет. И я вас уверен, никто не мог поверить. Ну, кроме совсем уж мечтателей. Это было из области фэнтези. Поэтому мы можем предполагать все, что угодно. Может быть, его и не будет. А может, это будет и хорошо. Я, честно говоря, любил Европу, в которой был франк, марка, лира. То, что валюта – это часть достояния страны, как язык. Я до сих пор это евро терпеть не могу, как некая странная, как бы такая вот чужая вещь.